Девушки отдыхают В общем-то основной и первый экран и представляет собой этот самый барометр, только вместо погоды там шкала вашего настроения. Зачем все это нужно? Хороший вопрос. Сначала посмотрим, как оно работает, а уж потом решим. Итак, вы выбираете текущее настроение. От самого жуткого до самого лучшего. Затем жмете кнопку «История» и добавляете запись. При желании можно прилепить фотографию, либо выбрать картинку из галереи для того, чтобы хоть как-то визуализировать свое текущее состояние. Вот, например, по моей ленте можно проследить, как проходил мой день. Забавно. Также есть и статистика. В этом разделе можно просмотреть то, как изменялось ваше настроение. Как вы, например, чувствуете себя чаще всего по утрам или во второй половине дня и прочее. Возможно, это сможет помочь отследить и изменить как-то свою жизнь. Или, например, у вас очень нервная девушка. Можно следить за ее состоянием, чтобы затем не нарваться на бурю и выбрать правильное время, в которое можно подкатить с тем или иным вопросом. Что касается внешнего оформления. Знаете, плоскость iOS 7 уже немножко надоела, и скиломорфизм снова ощущается глотком свежего воздуха. Графические приложения выглядят классно, и им приятно пользоваться. Хотя все же оно не идеально. Например, в истории шрифт бы потолще, да и отдельные кнопки рядом с барометром, чтобы сразу добавить запись в дневник, к сожалению, нет. Возможно, будет добавлено с апдейтами. Стоимость этого приложения в App Store 66 рублей. Однако, перед тем, как покупать, попробуйте бесплатную версию для того, чтобы понять, нужно оно вам или все-таки нет. А на этом все. Подписывайтесь на новые видео, ставьте большие пальцы вверх. Пока-пока.